Лидер профсоюза скорой помощи без работы уже почти два месяца. Эдуарда уволили за прогул, несмотря на то, что свое отсутствие на работе он подтвердил медицинскими документами. Однако руководство скорой не сочлопни в манию уважительной причиной для больничного. Чтобы в очередной раз напомнить о своем существовании, Эдуард организовал небольшой пикет у бывшего места работы. Увольнение, считают сторонники Калиманова, было заранее спланировано. Тем самым руководство стремится сбить активность в том числе и профсоюза, и Эдуарда как его председателя и наиболее активного участника профсоюза. Стремится замолчать те проблемы, которые имеются на станции скорой помощи и, соответственно, хочет снять с себя обязательства их решению. Вот это самый проверенный годами способ избавиться от проблемы. Это просто убрать человек, который о них говорит, и тем самым замолчать. Большинство работников станции скорой помощи солидарны с лидером своего профсоюза. Безусловно, меня поддерживают и осуждают поведение администрации. Ну, о чем, собственно, и говорят эти подписи, которые мы собрали в беспрецедентном большом количестве для нашего учреждения. 1056. Такого не было. Во крайней мере, пока я работал, такого не было. То есть, даже когда мы отправляли письмо в Москву, там было порядка 177 подписей. Решить проблему в досудебном порядке Калиманову не удалось. На сегодняшний день он уже направил документы в суд. А тем временем на станции официально сменилось руководство. Так что надежда на то, что новый начальник согласится пойти с бывшим работником на мировую, все же остается.